это просто потрясающая сценка из итальянской жизни как вы считаете девушка в желтом платье и мужчина в розовом полу кем они друг другу приходится на самом деле в этой сценке вся италия по поводу этой сценки я сделаю отдельный прямой эфир а если видео эфир про девушку в очень смелом платье назывался я не собака то наверное давайте я назову предстоящий эфир кому интересно его посмотрит в прямом эфире либо в записи я назову девушка в желтом платье и расскажу кем приходится эти люди друг другу и что за сценку я вместе с вами смогли наблюдать следующий кадр очень размытый потому что я нечаянно нажала на кнопку slow motion поэтому запись вот такая как есть но синьор очень красиво одета посмотрите на ней рубашка льняная на ней просто брюки рубашка заправлена яркого цвета сумка такой аутфит такую форму сможет повторить любая из нас здесь я тоже нечаянно нажала на slow motion прям таки подводит меня эта кнопка расположена слишком близко просто к старту записи эту девушку я встречу еще один раз очень все по-итальянски посмотрите платье по фигуре платье яркое принтованное кстати многие обратили внимание на героиню из предыдущей подборки на не было платье как многие написали с немодным рукавом это рукав бабочка рукав крылышко и было больше чем три цвета в одном аутфите правило сочетания не больше трех цветов я прокомментирую обязательно еще один раз она не относится к принтованным тканям она относится только к подбору ансамбля и цветов внутри ансамбля то есть зеленая юбка красное платье белое пальто всегда будет смотреться хорошо потому что это всего три цвета сюда мы можем добавить допустим еще пиджак но важно чтобы ансамбль смотрелся гармонично чтобы пиджак был в одном из трех уже использованных в ансамбле цветов и очень красиво смотрятся образы когда у нас одна вещь принтованная а другие нет когда цвет в непринтованных вещах повторяется в том цвете который использовался в принте важно также понимать что правило трех цветов это правило которое я придумала сама для себя это правило лишь о безошибочном подборе вещей внутри ансамбля безусловно цветов использованных может быть гораздо больше то может быть пять вещей пять разных цветов единственное что ошибиться тогда и риск составить образ не очень красивый не очень гармоничный гораздо больше если же мы будем миксовать два или три цвета максимум три цвета в ансамбле при этом использовать больше чем две либо три вещи Это может быть и пять вещей, когда речь идет о многослойном ансамбле, когда, допустим, уже очень прохладно, и мы вынуждены надевать много вещей на себя, то это будет беспроигрышный вариант. Взять любые цвета, холодный подтон, теплый подтон, пастельный цвет, яркий цвет, совершенно любые цвета, так называемые базовые яркие цвета можно смешать. При условии, что их будет не более трех в одном ансамбле, мы всегда получим очень красивый гармоничный результат. Сто процентно итальянский мужской стиль в одежде. Это белая рубашка, это классические брюки, обязательно ремень, это пиджак, даже когда очень жарко. В кармане пиджака, конечно же, платок. Шарф – это то, что итальянские мужчины носят охотно, с удовольствием и умеют носить. В том, что касается обуви, можно сказать, что действует очень простое правило. Если аутфит достаточно классический, как был на сеньоре, обувь достаточно свободная. Это может быть спортивная обувь, либо, скорее всего, мягкие макосины. И наоборот, если в целом ансамбль достаточно расслабленный и спортивный, то обувь классическая. Вплоть до самой классической модели, которую мы только себе можем представить, это классические мужские ботинки на шнурках. Женская мода отличается прежде всего наличием укладок у итальянок, даже когда они отправляются на море, либо с моря возвращаются. Вообще волосы – это то, на что я всегда обращаю внимание, когда снимаю, когда комментирую. И от себя могу добавить, что даже очень простой аутфит, очень простой ансамбль, например, джинсы и белая рубашка, например, юбка-карандаш и просто даже футболка. Вот все, что угодно можно себе представить. Любой этот образ станет фэшн-образом, заслуживающим внимания, если женщина приведет свои волосы в порядок. Это прежде всего окрашивание, а также укладка и стрижка. И в том, что касается стрижки, то, наверное, только короткие стрижки заслуживают посещения мастера. Волосы длины, слегка касающиеся плеч, можно подровнять самостоятельно при помощи того, кто может вам помочь. Главное, чтобы ножницы были острыми. Есть огромное количество видео, уроков здесь на ютубе, где показано, как можно легко и быстро сделать так называемый ровный срез. Но самое главное – это, конечно же, укладка. Укладка, еще раз укладка – это то, что отличает именно итальянок. Кстати, я заметила снова, чем отличаются женщины, приехавшие из Германии, от итальянок. Я уже делала подобное видео в прошлом году, и ко всему сказанному в прошлом году могу добавить также состояние волос. И итальянская женщина, и женщины, приехавшие из Германии, могут быть одеты одинаково хорошо и красиво. Это прежде всего платья, купленные здесь в магазинчиках, где итальянка приедет, купит. И туристка из Германии купит. Вот если говорить об одежде, об ансамбле, об обуви, то все будет примерно одинаково. У хорошо одетой итальянки, у хорошо одетой женщины из Германии. А вот что будет отличать кардинально и менять весь образ, так это волосы. Я заметила, что женщины из Германии, приезжающие сюда на отдых, практически никогда не красят волосы. И раньше я была уверена, что у итальянок такой шикарный темный цвет волос – это цвет данной природы. Нет, еще раз нет. Итальянка посещает в среднем салон и окрашивает волосы по той или иной технологии, очень часто прибегая к технологии униформального окрашивания в один цвет, примерно раз в полтора месяца. Ее волосы действительно красивого цвета, блестящие, но прежде всего благодаря окрашиванию, не всегда благодаря природе, благодаря специальным процедурам, которые делают именно в салонах. И женщины, приехавшие из Германии, как правило, имеют волосы с легкой сединой, волосы, как правило, не уложены. Я также заметила, что итальянка уже давно не использует так называемый крабик-заколку. В то время как у женщин из Германии, даже очень красиво одетых, волосы могут быть подколоты достаточно неаккуратно так называемым крабиком. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на этом с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего настроения. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok